Депутаты городской думы поддержали решение главы Самары Елены Лапушкину уйти в отставку. Мэр приняла решение сложить полномочия по собственному желанию. Председатель дома Алексей Дегтев поблагодарил Елену Лапушкину за продуктивную работу и конструктивное взаимодействие. Мы с вами строили, благоустраивали, мы с вами ремонтировали, периодически ругались, мирились, но тем не менее мы всегда находили с вами точки соприкосновения, находили компромиссы и двигались дальше. Какие бы вызовы перед нами ни стояли, мы продолжали движение. И за каждый день я вас благодарю. Да, сейчас придет новый руководитель города, практически через месяц. Я убеждена, что это будет человек грамотный, трудолюбивый, профессиональный, человек, умеющий решать все вопросы. Я очень рассчитываю на то, что вы его поддержите, вы ему поможете и, безусловно, будете также подружески помогать в решении всех городских вопросов. Также депутаты поддержали предложение временно возложить обязанности главы города на Ивана Носкова. Он поблагодарил парламентариев за оказанное доверие. Исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков встретился с председателем Совета местного отделения движения «Первых» Сергеем Пушняком. Говорили о вопросах взаимодействия структурных подразделений администрации города с молодежным объединением. Иван Носков отметил, чтобы удержать молодежь в городе, нужно дать ей возможность для профессионального развития, творческой и спортивной самореализации. А заниматься этим должны такие же молодые ребята, которые лучше знают, что нужно современной молодежи. Сейчас движение «Первых» объединяет более 68 тысяч человек. Создано 286 первичных отделений на базе учреждений образования. В 2025 году планируют расширить программы ежегодной военно-патриотической игры «Зарница». Ночью в Самаре на улице Теннисной сгорели две машины. Пожарные отреагировали оперативно и в течение 15 минут огонь потушили. С задачей справились 9 человек и 2 единицы техники. Никто не пострадал, уточнили в МЧС. Еще одно возгорание ликвидировали по адресу ключевой проезд 19. Как уточнили в региональном ГУ МЧС, пожар произошел на площади 150 квадратных метров. Горело неэксплуатируемое здание. В 1806 огонь ликвидировали. Пострадавших нет. На месте работали 29 человек и 7 машин. В Самаре на территории речного вокзала строят первый информационно-справочный центр. Администрация города планирует открыть его в декабре. Это стало возможным благодаря победе Самары в конкурсе Министерства туризма области. На строительство выделили почти 14 миллионов рублей. Уже установили металлоконструкции и остеклили центр. Сейчас собирают фасад, позже оборудуют зону отдыха. В Самаре к Новому году установят около 7 тысяч световых украшений. Иллюминации и световыми конструкциями традиционно будут украшать общественные пространства. Смонтируют скульптуры, елки и гирлянды со светодиодами. Отремонтируют световые консоли на опорах вдоль дорог. Сейчас уже монтируют украшения на площади Славы. Там разместят 74 элемента. А самая масштабная экспозиция будет расположена на площади Куйбышева. Губернатор Вячеслав Федорищев и главный раввин России Берл Лазар осмотрели ход реставрации Самарской хоральной синагоги. Напомним, после восстановления здание станет многофункциональным культурным центром для всех горожан. На данный момент уже завершили основные противоаварийные работы и ведут восстановление фасада. Здание готово к началу отделочных работ. Самарцам напоминают о правилах нахождения на дорогах во время снегопада. В региональной госавтоинспекции отмечают, что погодные условия напрямую влияют на манеру вождения и вынуждают быть более внимательными. Также сотрудники ГАИ предупреждают, что на дорогах могут образовываться пробки. А пешеходам рекомендуют соблюдать ПДД и использовать световозвращающие элементы. Ольга Артешина стала главой Федерации баскетбола Самарской области. Данное решение приняли на собрании членов организации. За Ольгу Артешину проголосовали единогласно. Она является заслуженным мастером спорта, призером Олимпийских игр и многократной чемпионкой России. Полузащитник Крыльев-Советов Игорь Дмитриев сыграл в товарищеском матче за российскую молодежку против бразильского флуминенса. Самарский футболист вышел на поле на 46-й минуте. Молодежная сборная России выиграла со счетом 2-1. Владимир Путин увеличил выплату участникам СВО за ранение, повлекшее инвалидность. Президент подписал соответствующий указ. Пострадавшему будут выплачивать единовременное пособие 4 миллиона рублей. Напомним, ранее по решению губернатора Вячеслава Федорищева была увеличена сумма единовременной выплаты при заключении контракта о прохождении военной службы. Теперь она составляет 2 миллиона рублей. Редактор субтитров А.Семкин